Добрый день, уважаемые посетители портала ArmTorg! Мы продолжаем серию интервью с выставки AquaTerm 2021 и сегодня мы в гостях у компании What's Industries, его представитель Артем Грошев. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, про вот у вас компания, есть ли у вас локализация вообще в России или какая-то дилерская сеть у вас? К сожалению, на данный момент локализации в России у нас нет, мы представлены достаточно широкой дилерской сетью по всей Российской Федерации. Это четыре представителя, отвечающие за четыре региональные привязки по бизнесу, которые помогают развиваться нашим партнерам. Работаем мы с фабрик и наших складов только на условиях X-Works, поэтому вся наша продукция поставляется на российский рынок только силами наших партнеров. А какие-то планы по локализации вот именно в России есть у вас? Ну, мы в принципе рассматриваем такую возможность, но я боюсь, что это слишком планы далеко идущие. Но текущая экономическая ситуация, она достаточно быстро меняется, я думаю, что мы к этому вскоре все равно придем. Артем, расскажите, пожалуйста, про продукцию вашей компании. Ну, продукция наша достаточно обширная, то есть продуктов у нас бесчисленное множество. Мы являемся одним из крупнейших производителей в сфере отопления и водоснабжения в Европе, да и, наверное, в принципе, в мире. То есть компания изначально американская, ее акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. За российский рынок отвечает подразделение, находящееся в Европе, то есть это штаб-квартира в Голландии. И центральное производство у нас находится в Германии, Италии, Франции, Болгарии. Есть даже небольшая фабрика в Бельгии трубопроводным системам. То есть если посмотреть наш каталог, там, в принципе, есть узлы подключения для отопления различного характера, техника быстрого монтажа, наша специализация кипы, то есть контрольно-измерительная арматура, клапана безопасности группы безопасности, коллектора. Плюс к тому, что мы являемся крупнейшим ОМ-производителем, то есть достаточно большое количество участников рынка также на наших фабриках и заводах размещает заказы на производство собственных продуктов. Хорошо, еще бы хотелось поподробнее услышать про технологию продукции для котельных, а также про технику для быстрого монтажа. Про нее можете рассказать? Да, конечно. Техника быстрого монтажа у нас вся производится на заводе в Ландау, это Германия, недалеко от Франкфурта на Майне. С Искала эта вещь очень большую популярность, потому что она производится не только под нашей торговой маркой, плюс к тому, что мы еще также делаем ОМ-заказы для многих производителей котельного оборудования. Ну, если мы говорим о качественно-ценовом сегменте, то цена-качество себя оправдывает. Конечно, с китайскими производителями нас сравнивать не стоит, но мы находимся чуть ближе, наверное, к премиуму сегменту. То есть отличительная ее особенность – это всестороннесть монтажа, то есть нет правой и левой ориентации и отличная теплоизоляция, которая, собственно, все узлы идеально теплоизолирует. Как устроена конкурентная политика в компании? Расскажите, пожалуйста. Ну, опять же, о конкурентной политике нам тоже сложно говорить, потому что на данный момент, к сожалению, в текущей экономической ситуации мы наблюдаем смещение рынка в эконом или слишком дешевый сегмент. Поэтому понятно, что заказчики испытывают определенные проблемы. Но мы все равно все-таки компания с именем, стараемся держать качество, поэтому в своем сегменте стараемся придумывать какие-то стимулирующие методы в маркетинге, то есть дополнительные скидки за определенный объем. Поэтому держим качество, ну и стараемся, опять же, предложить для заказчиков что-то более лояльное для того, чтобы с нашей продукцией можно было спокойно конкурировать на рынке в текущей экономической ситуации. А такая тенденция, она только в России или в Европе, может быть, тоже люди хотят сэкономить вот на таких товарах? К сожалению, только в России, потому что в Европе в основном экономят на энергоресурсах и стараются ставить энергоэффективное оборудование. Так как цена на энергоресурс у нас отличается намного по сравнению с Европой, мы пока к этому только начинаем стремиться. Ну, понятно, что сейчас все больше и больше, например, выбирают технику с энергоэффективными насосами, даже если она там немного подороже, ну, люди все равно заботятся экономией, но объем этой заботы пока не соизмерим, к сожалению. Про какие-то методы удержания потребителя можете подробнее тогда рассказать? Интересно очень. Ну, к сожалению или к счастью, сейчас единственной инструмент удержания потребителя – это скидка. Понятно, что все играют ценой, но политикой нашей компании заявлено то, что мы продаем качество, а не цену. Понятно, что мы находимся на рынке, и у всех есть цель заработать определенную маржу. То есть понятно, что мы фабрика, мы можем держать там определенные заниженные цифры, но у нас есть еще клиенты, которым тоже нужно зарабатывать на нашем оборудовании. Что на данный момент мы… Понятно, что с текущей ситуацией нам пришлось повысить цены в этом году на 3,5%. Это связано с тем, что цена на медь в Европе возросла на бастословных 50%. Но при этом, с учетом от текущих объемов, которые мы имеем на рынке, мы смогли на 13% снизить для наших клиентов стоимость на насосные модули. Поэтому, как уже сказал, к сожалению или к счастью, основной момент удержания клиента – это цена. Потому что конкуренция достаточно большая, а китайских продуктов среднего качества достаточно много. Плюс к тому, что, понятно, наступает еще и российский производитель, у которого цена будет заметно ниже. Но здесь мы стараемся уже больше выигрывать качеством продукции, потому что россиянам еще до нашего производства, скажем, не то, что далековато, но нужно сделать еще пару шагов. Ну, планку ради какой-то экономии вы тоже снижать не хотите? Не собираетесь? Ни в коем случае, да, потому что, как уже сказал, все-таки продаем качество, а не цену. Хорошо. А производите ли вы арматуру для водоснабжения? Да, арматуру для водоснабжения мы тоже производим. Есть у нас такой сегмент, то есть это клапана безопасности, редуктора давления. Плюс у нас есть очень большое подразделение, занимающееся фланцевыми промышленными агрегатами. Это компания «Сокла». Она работает в основном с компанией «Данфас», то есть большая часть продукции поставляется непосредственно для них. Но и, опять же, для водоснабжения бытового и промышленного у нас очень обширная линейка. Хорошо, вы поставляете оборудование и для зарубежных котельных, и для отечественных. Есть ли какое-то отличие, может быть, вообще в работе? Ну, отличий в работе как таковых нет, потому что что на Европу, что на Российскую Федерацию идет один и тот же продукт, одинаковое качество, произведенное по одним и тем же технологиям. Единственная разница, которую можно наблюдать в этом вопросе, это различия снипов, гостов в Российской Федерации и в Европе. Но, насколько я вижу по текущим тенденциям, Россия все-таки по уровню качества к Европе приближается. То есть, если мы говорим о государственных закупках, все-таки я реже и реже наблюдаю эту ситуацию, когда люди стараются погнаться за ценой и дешевым оборудованием, а все-таки предпочитают качественное, чтобы, не дай бог, не случилось чего-нибудь нехорошего на объекте. Ну, то есть, какой-нибудь район остался без отопления или какое-то предприятие осталось без воды. Это как бы сильно бы, я думаю, помешало все-таки работе. Поэтому на данный момент мы к Европе все-таки приближаемся, как уже говорил. Хорошо, Артем, спасибо большое. Желаем вам удачи на выставке, развития вашей компании. До свидания. Спасибо огромное. До свидания.